Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка.Найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе. Распил ДСП. Готовая к работе элементы из МДФ. Детали из стекла и зеркал любой сложности. Яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69-4-0. Больше недели прошло с момента убийства супружеской пары Метеевых. За это время специалисты ни на день не прекращали следствие. Перешерстили весь гараж, где и были найдены тела убитых. Провели обыски в квартирах подозреваемых и в квартирах пострадавших. То, что это убийство в Кирове мало кого оставило равнодушным, говорит хотя бы тот факт, что целая инициативная группа проводит свое маленькое следствие. По крайней мере, теперь в подробностях описаны портреты всех фигурантов. Кто они, кем работали и какой репутацией обладали. Есть и много домыслов. Артем Панекаровских собрал факты. Мы не поверили изначально. То есть, когда прошла первая информация, и там появилась фотография. И такая растерянность, шок. Вадим Князев хорошо знал Ларису Метееву. Приходилось часто пересекаться по работе. История жестокого убийства, говорит, повергла в шок всю риэлторскую среду. В профессиональных кругах это называют прецедентом десятилетия. До сих пор сложно понять, как переживает всю эту жуткую историю родные и близкие. Именно поэтому Вадим Князев решил помочь хотя бы деньгами. Организовал сборы и уже передал родным убитых 80 тысяч рублей. Насколько я знаю, мама у Димы попала в больницу. Там с сердцем что-то было не так. Больше 80 тысяч мы за первый день собрали. И передали их родственникам непосредственно для организации. Потому что знали, что они им очень нужны. С теми, кто в данный момент находится в СИЗО, Вадим Князев никогда не пересекался. Уже сам накопал в интернете информацию про совместные бизнесы фигурантов уголовного дела Витера и Перминова. И оказался не одним таким интересантом. В сотнях комментариях на различных новостных порталах и пабликах интересны изыскания. Например, о том, что несколько лет назад оба занимали ключевые посты в крупнейшей ипотечной компании. Один был начальником юридического отдела, второй – финансового. В публикации 2014 года их начальник Сергей Рылов не раз указывал на то, что именно Витер его и подставил. В данный момент Рылов отбывает наказание. Также в управляющей компании ЖКХ-сервис Перминов и Витер – одни из учредителей. Третья участница коммунального бизнеса Татьяна Садакова признается, уже устала от звонков по этому поводу. Сообщает в очередной раз, что в ближайшее время Витера и Перминова будут выводить из состава. В принципе, люди, управляющие компании, они просто учредители. Они не принимали участия в этой жизни. И поэтому сейчас пытаются сделать какой-то акцент именно на управляющей компании. Не надо ни отталкиваться с собственниками. Еще один совместный бизнес главных фигурантов уголовного дела – компания ООО «Новостройка» – агентство недвижимости. Директор одной из компаний-застройщиков, с которой «Новостройка» плотно работала, рассказал, во что в итоге превратилось это сотрудничество. Что данные люди приложили максимальное усилие, чтобы компания не могла запуститься по следующим проектам. Ведь поймите, там такую версию выбегали пирамидой. Кстати, эти кадры мы снимали в октябре 2015 года. Вот он, Вадим Витер, представился дольщиком. Съемочной бригаде рассказывает, в какой неприятной ситуации оказался. Разрекламировал и продал несколько квартир своим знакомым. Но прокинул всех, говорит, именно застройщик. Он, в принципе, признает факт нарушения срока строительства, однако заявляет о том, что денежных средств, необходимых для сдачи данного домового эксплуатации, в настоящее время у него не имеется. Еще одна важная деталь. В правительстве области, как раз до убийства Митиевых, анонсировали, что в июле собираются решить, что делать всем тем, кто купил квартиры, в частности, и в этом доме на втором Хлыновском переулке, а еще на Горбуновой и Орджоникидзе. Не исключено, что признают обманутыми, со всеми вытекающими как для застройщика, так и для продавцов. Про самих Митиевых в основном только положительные отзывы Лариса из риэлторской сферы. Дмитрий, бывший таможенный работник, в сентябре 2015-го вышел на служебную пенсию, возглавил охранное предприятие. Судя по новостям ведомства, заядлый спортсмен часто занимал призовые места на межрегиональных соревнованиях. Следователи же всю последнюю неделю немногословны. Сегодня сообщили, что ни на день не прекращают расследование этого дела. Уже несколько раз выезжали на место преступления, прошерстили буквально все. В ходе осмотра обнаружен фрагмент металла золотого цвета, похож на фрагмент пули. Всего же убийцы сделали три выстрела на пороге злополучного гаража. Один в Ларису Митиеву и еще два в Дмитрия. От полученных травм они скончались на месте. Тела преступники поместили в дальний угол гаража и закрыли их же машиной. В данный момент следователи допросили 20 человек, кто знал хотя бы малейшие детали. На этом не остановится. По делу уже стартовал целый список экспертиз. Судебно-медицинское, генетическое, химическое, баллистическое. Обыски уже проведены и в квартирах подозреваемых, и в квартире Митиевых. В полиции сообщили, что именно там нашли ксерокопии паспортов и Вадима Виттера, и Евгения Перминова. Говорится, что они хорошо знали семью Митиевых. И последние лет семь были партнерами по бизнесу. Подозреваемые в убийстве супружеской пары Митиевых в данный момент находятся в следственном изоляторе. Оба арестованы на время следствия. Сами же следователи пока не делятся никакой информацией и не анонсируют никаких новостей. Средства массовой информации в данный момент ожидают следственного эксперимента. Но для этого уже четко должны быть понятны роли каждого из подозреваемых в убийстве. Видимо, с этим и возникают какие-то проблемы. Напомним, ранее сообщалось, что ни один из подозреваемых не торопится осознаваться, что стрелял именно он. Артем Панекаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город».